Дорогие друзья, я думаю, что вы уже в курсе, что у нас в студии Стас Намин, он наконец-то прибыл. Я думаю, долго его представлять не стоит. Здравствуйте, Стас. Да, добрый день. И вот что самое интересное, вы, наверное, вас удивило немножко, что вы у нас в красных датах оказались, да? А что вы называете красными датами? Красные даты, это даты, которые в истории всемирной как-то отражаются в истории Белгородчины. А вот день православной молодежи, по поводу которого, собственно, визит... Что же меня может удивить, когда специально ради этого дня я приехал. Тем лучше. Итак, все-таки давайте мы, во-первых, скажем, что вы далеко не первый раз в Белгороде и далеко не в первый раз на Дне православной молодежи. Это уже добрая традиция, так понимаю, вашей группы цветы. А как это началось и почему именно Белгород выбран вот такой вот постоянной концертной точкой, площадкой? Ну, вы знаете, все на свете построено на личных отношениях в жизни. Знаете про это? Слышал. Как ни странно, так оно и есть во всем мире. Это не значит, что по блату. Это значит, что человеческие отношения и взаимное уважение между людьми вообще творит чудеса. Можно решить огромные трудности и проблемы через человеческие отношения. Ну, это такая овертюра к тому, чтобы сказать вам, что я большим уважением отношусь к митрополиту Иоанну, белгородскому и староаскольскому, с которым мы большие друзья. И поэтому Белгород стал как бы родным местом, потому что вот это родное место для него. И через него, конечно, я почувствовал эту землю совершенно по-иному. Раньше она была как-то одной из многих, а теперь это какая-то особенная земля, куда я с удовольствием приезжаю. — Скажите, кроме концерта, будет ли, скажем, ну вот как раньше была выставка, может быть, ваших фоторабот, живописных работ, еще что-то? — Вы знаете, в этот раз решили мы сделать вот такой из двух, будет состоять, так скажем, мой творческий вечер. Два вечера будет. Один это театральный, будет наш новый спектакль, премьера, который, вот я так думаю, что один из самых, наверное, серьезных и сильных в Москве вообще, которые сейчас появились за последнее время, это спектакль, даже вот трудно назвать жанр, потому что музыкалом это назвать нельзя, это музыкальный спектакль по рассказам Сукшина. Это очень серьезный, философский, в то же время абсолютно русский такой исконный спектакль, где в основе лежат рассказы Сукшина, конечно, и деревенские песни, собранные вот в фольклорных экспедициях. — Они аутентично будут звучать или в аранжировке? — Они будут звучать аутентично, но при этом в аранжировке. То есть не будет изменен дух и драйв, вот тот самый деревенский плач, тех самых деревенских знаменитых, но при этом это будет еще и в современной аранжировке, которая вот не мешает. Сейчас, наверное, на золотую маску мы будем выдвигаться, и я думаю, что произведет большое впечатление на всех, кто придет на спектакль. Мы привезли сюда 20 актеров, то есть это такой, они же сами же поют. — Настоящая труппа, да? — Да, они живьем поют, живьем, естественно, играют. И, в общем, это вот тот язык, который мы в своем театре нашли, вот который не похож ни на кого, вот в этом спектакле ярко выражен. Вот, смотря этот спектакль, человек не только мурашки по телу будут идти у него во время спектакля, что я гарантирую для всех людей, но кроме этого будет понятно, что, собственно, нам удалось сделать вот за 10 лет существования театра, какой новый язык найти, через который мы выражаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok — Вы сказали, это одна часть, а вторая? — А вторая вечер — это группа «Цветы». Мы привезли новый репертуар, который только вот несколько месяцев назад у нас был концерт в «Крокус-Сити». — Сорокалетие, да? — Нет, сорокалетие было два года назад. Этот концерт тоже у нас был, уже DVD вышел. А это совсем последний концерт, который еще никто не видел, не знает. И вот только вот через месяц он будет готов для того, чтобы его показать по телевизору. Некоторые из них написаны в 80-х годах, но они были запрещены режимом, и вот только сейчас мы их выпустили. А некоторые совсем новые, которые только что написаны. — А скажите, эти два события — это обе премьеры, или все-таки где-то уже их кто-то слышал? Хотелось бы первыми стать. — Ну вот концерт у нас уже был в ноябре в «Крокус-Сити». — Ну это понятно, об этом вы сказали. — Да, конечно. Но тем не менее, это считается премьерой. Так же, как и спектакль. У нас, конечно, предпремьерные показы прошли в нашем театре, в небольшом Москве. Но так, с большой рекламой, мы еще его не показывали. Впервые приехали в Белгород. Вот аудитория у вас там 500 человек в зале. Даже вот на такой аудитории мы еще не играли. То есть вы считаете, что это еще девственный спектакль? — Ну кому-то, значит, сильно повезет. — Стас, я уже, честно говоря, затрудняюсь, как вас представлять. Потому что у вас настолько многогранная деятельность. Я еще прочитал, что вы преподаете. Это к семинару или у вас курсы? — Я в Московском унитарном университете имени Шолохова и в Московской театральной академии ГИТИС. Я вот профессор и веду курсы. Я набираю курс свой, у меня свои преподаватели и так далее. Но это как бы такая деятельность побочная. — Побочная. Ну я знаю, что вы всем занимаетесь. — Меня уговорили на это дело. Сначала я не очень был уверен, что мне это надо. А потом, когда это уже началось, то я в этом видел интерес определенный. Во всяком случае, вот мои ГИТИСские студенты, которые сначала, они не маной были набраны. Я вот уже взял готовых, в смысле, когда они уже были набраны. И в них не был уверен институт. То есть ГИТИС под вопросом ставил вообще правильность набора. И вот нам удалось за три года сделать так, что все студенты сейчас выпускаются, последний год у них. Они все работают в лучших мюзиклах Москвы. — Классно. — То есть в главной роли. — Ну а теперь давайте все-таки к музыке перейдем цветов. Я заметил еще такую информацию, как-то она так очень, как бы сказать, скромненько помещена. Значит, что в симфонических произведениях, в аранжировках принимал участие Джордж Мартин. — Нет, только в одной. — Только в одной, да? — Да. Только Битлз. «She's living home». — А вот можно чуть-чуть подробнее рассказать, как вот произошло это? Ну не, но все-таки это интересно. — Вы знаете, мне очень тяжело такие вещи рассказывать. Я не умею вот эти вот истории для телевидения, для радио. Вот, вы знаете, даже количество направлений, которыми я занимаюсь, или там человек любой занимается, для меня небольшое достоинство, честно вам признаюсь. Потому что любой человек может делать все, что угодно. Вопрос, как он это делает. То есть вот уровень, и что удалось все-таки сделать. Потому что так, ну знаете, я рисую плохо, но рисую. А я там еще и прыгаю в высоту, там 50 сантиметров. Ну, понимаете, сколько разных увлечений и деятельностей, это небольшая ценность. Поэтому лучше, если вам интересно, давайте как-нибудь поговорим о том, что, собственно, вот, что вам понравилось. Что-нибудь, какая ваша любимая песня «Цветок»? Вы слышали последний репертуар «Цветок»? — Вот он у меня здесь открыт, кстати, есть. — Но вы его слышали? — Ну, скажем, «Ветку Жасмина» я раньше слышал. — Ну, «Ветка Жасмина» — это 40 лет песня. — Ну да, а тем не менее она вошла в последнюю пластинку «Распорт Ниспоякнул». А почему? — Потому что Сережа Дичков ушел в мир иной. А это, с моей точки зрения, одна из лучших его песен. Поэтому «Ветка Жасмина» и вторая еще песня «Давай уйдем дальние края». Мы просто без уважения к нему и в память ему. Сережа Дичков — один из участников одного из составов «Цветов». И он же автор песни «Мы вам, честно сказать, ходим, но и все так не глядим». Это мой близкий друг, пианист, который вот ушел в мир иной где-то лет 10 назад. Мы вам честно сказать хотим, на тех, чонок, мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца, От них мучения нам без конца. Сколько можно им песни петь, Сколько можно капризы им терпеть, Быть под наркозом их пленительных глаз, И слышать каждый раз обратно, Опять откажь. А как без них прожить, А то скажи, скажи, Без них там и туда, Да просто и куда. Гитаром все века И кносят на руках, И нам опять придется руки поставлять. Поехали. Ну, я уже договорю. Продолжаем, дорогие друзья. Мы тут уже заболтались, я бы дорассказал, Но этот разговор чрезвычайно интересен, Поэтому некоторые особенные важные моменты, Я все-таки, Стас, попрошу вас озвучить для всех радиослушателей. А что вам было больше интересно? А мне наиболее интересно было, во-первых, список из тех самых пяти групп, Которые вы считаете настоящими. Наверное, неправильно вы говорите, пять, Потому что так трудно. Вот я буду считать, Кого я считаю полноценными музыкантами, Создавшими ни одну песню, ни две удачные, Творческий образ полноценный и достойный. Ну, прямо по хронологии, Ну, цветы мы не считаем. Машина времени, Боря Гребенщиков, Шевчук, Юра, Воскресенье, Сплин. То есть уже больше пошло? Ну вот, ведь уже шесть. Я, может, кого-то еще призабыл, Но, в общем-то, вот это основа, Основа, как бы, Если говорить про русский рок, То он без поэзии не существует. Это, в общем, русский рок, В основном, основан на авторской песне, Так называемой. Ну, такая вот специфика русской, Такой, скажем же, Интерпретации этого жанра. Вы сказали, что Уникальность группы цветы, В том числе еще и в том, Что 30 лет, ну, мало таких коллективов, Которые 30 лет не существовали, А потом возродились и В этом составе, как бы, Демонстрируют мощь творческую, Записывают новые диски. А как вы думаете, А в чем секрет-то успеха? Ну, вот у вас за первые 15 лет, По-моему, 50 человек сменилось. А вот здесь состав стабилизировался Не в том ли часть успеха? Что едомыслить собрались, нет? Да, трудно сказать. Трудно сказать. Нет, я думаю, что Просто у нас такая судьба вот получалась, Что вообще все группы, Которые мы сейчас, я вот перечислю вам, Они все, в принципе, построены На каком-то лидере. Кто-то, в общем, командует парадом, да? То есть у Гребенщикова сменился Весь ансамбль. То есть вообще никого нет, Хотя все живы, но тем не менее. У Макаревича осталось только Кутиков Из раннего состава, да? То есть вот Сплин, это только Сплин, да? Сашка Васильев, да? Ну и так далее, да? Юра Шевчук тоже поменял весь ансамбль. Поэтому музыканты меняются, Но кто-то лидер остается. Поэтому на этом построен, собственно, И художественный образ всего коллектива, любого. У нас вот сейчас удалось сделать, В принципе, мы поклонники Битлз, действительно, И в определенном смысле их последователи. Но это выглядит в чем? Во-первых, в том, что мы очень серьезно Относимся к мелодиям. У нас, мы стараемся, чтобы у нас была Развитая мелодия. Мы такие песни больше любим. Чтобы были стихи. Настоящие. Ну да, это субъективно, но тем не менее. Если Евтушенко, это же, наверное, настоящая поэзия, правильно? Ну не все время у нас Евтушенко. У нас звездочка моя, Вы даже не знаете, кто написал, правда? А если посмотреть? А вот смотреть-то все умеют. Это так же. Значит, поэтому дело не в фамилиях, А дело в реальности. Вот что получается так, Что вас тронуло за душу, или не получается. Если песню не трогать за душу, То, может, ее не стоило и петь. Поэтому я, говоря о том, что мы последователи Битлз, Сейчас скажу, что мы очень относимся так же к аранжировкам серьезно. Мы, наверное, единственные в стране, Кто к аранжировкам относится как бы... Крепетно. Да нет, это все эмоции. Я вам говорю конкретные фразы. По симфоническому принципу. Когда аранжировка не просто аккомпанемент мелодии, Как у нас принято в стране. Кто поет, а на гитаре аккомпанирует. А главное слова и мелодию. Аранжировка симфоническая, это полифоническая аранжировка. Это когда существует еще в аранжировке своя драматургия. И в аранжировке есть свой смысл, И своя значимость музыкальная. Там очень сложно происходит все. Это то, что видно у нас было с самого начала во всех наших песнях. И сейчас то же самое слышно. Ну и кроме того, у нас всегда было там несколько вокалистов. То есть у нас не один поет, а остальные аккомпанируют. А так же, как и у Битлз, три человека. Не звенит, не звенит, стукну по-другому. Не слыхать, не слыхать. Если только стану знаменит, То поеду в Ялту отдыхать. Если только стану знаменит, То поеду в Ялту отдыхать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ой, 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 как я ищу Как я ищу Как я ищу Такая, такая жизнь Такая жизнь Ой, 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 ой Такая жизнь Ну, если иметь в виду, что рок-музыка, в общем, у нас в стране не популярна, всерьез, если говорить То есть все равно там какой-нибудь Михайлов, как бы он все равно родной для народа А вот Шевчук, какой бы он ни был симпатичный, все равно он как бы, ну не удалось у нас в народе полюбить Ну нет, был какой-то период определенный Да, когда ничего, да, очень небольшой, но быстро все встало на места на свои Поэтому мы все-таки говорим, но никуда же не денется поэзия Даже если вот сейчас не любят поэзию у нас в стране, не читают стихи Если раньше Евтушенко на площади Маяковского мог читать, да, то сейчас в Политехническом музее с трудом один раз в год собирает зал Не потому, что он стал неталантливый, а просто потому, что какой-то виток в культуре нашей страны сейчас попсово-дилетантский И вот это вот попсовое дилетантство, оно, в общем, с плохим вкусом Ну воинствующее, поэтому оно вот так вот и лезет на храпистов Ну я думаю, что это лишь виток Все-таки на какой-то момент, наверное, опять ценности восстановятся Ну то, что мы пытаемся делать, это, в общем-то, не кленка, где мы не на моду Нам просто не интересно, на коммерции не занимаемся, за деньги мы это не делаем Просто реально, я не знаю, среди музыкантов то, что у нас сейчас удается делать, в общем, ценится по самому высшему разряду То есть вот я, думаю, скажу смешную историю Ночью, когда Первый канал транслировал наш концерт в 40-летиях, мне позвонила Аллочка Пугачева и говорит, что сижу как дура и не могу оторваться Просто и дальше сказал слово, которое я не могу на радио говорить И так все, независимо от жанра Попса это будет, эстрада, рок Вот тогда понятно, ради чего мы тратим время и занимаемся этой музыкой Когда реально, даже если это как бы ничего общего не имеет с Стасом Михайловым И какой-то там определенный народ вообще ничего не понимает, о чем идет речь, ему кажется, что ничего не понятно В действительности это как бы то достойное, ради чего стоит вообще заниматься музыкой и песней Ну что, может быть еще послушаем что-нибудь из вашего альбома «Распахни свое окно» Ну давайте вот «Распахни свое окно» и поставим Ну давайте Чтобы уже было понятно, так сказать, из-за чего это название такое Это я написал эту песню где-то года два назад Как раз перед записью «Найберово» Если в доме твоем стало вдруг тесно И ничего тебе не интересно Если в комнате твоей стало вдруг душно И ничего тебе больше не нужно Распахни свое окно Распахни окно в свободу И как путник в роднике Ты найдешь живую воду Распахни свое окно Распахни окно в любовь И божественные звуки Вдруг наполнят твою кровь Распахни свое окно Ну я даже не знаю Наверное, все вам, когда приезжают, говорят одно и то же Что это один из самых чистых городов в России Это действительно факт И какой-то есть вот Белгород И он белый И вот светлость есть какая-то, не знаю В количестве церквей увеличивается Ну это, конечно, благодаря, наверное, все-таки и Ладыке Иоанну Ну конечно Вот И у многих его друзей Которые тоже вкладывают и деньги И свои Своё, как бы, вот Духовное начало И вообще, как бы, вот Есть какое-то Светлость Аура есть какая-то, да? Есть какая-то позитивная аура у вас, действительно Мы с удовольствием к вам приезжаем всегда Ну и осталась одна минута Ваше обращение к нашим радиослушателям, пожалуйста Давайте, знаете, как сделаем Чтобы я не говорил лишнее Включите вот Из этого диска А у вас нет, наверное, его, да? Нету, нету Нету, у вас нету Вот обещайте, что потом сделаете специально Мы желаем счастья вам В той аранжировке В той аранжировке, да? Которая, она не новая Она та, как я её написал В 82-м году Когда её запретили А потом мне в 84-м пришлось переделать аранжировку В советский вариант Для того, чтобы хоть как-то она прошла А сейчас она у нас вышла На 40-летие концерта В том виде, в котором она была написана Ну что ж, я вам торжественно обещаю На последних секундах нашего эфира Что, во-первых, мы обязательно сделаем ещё одну радиоверсию И эта песня Я как раз и желаю счастья Но реально пожелаю, когда вы поставите песню Хорошо, спасибо В мире, где кружится снег жальной Где моря красят крутой волной Где по ногу добрую Ждём порой мы весь Чтобы было легче в трудный час Очень нужно каждому из нас Очень нужно каждому Знать, что счастье есть Мы желаем счастья вам Счастье в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно заходит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастьем поделись другим Пусть оно заходит в дом Пусть оно заходит в дом Пусть оно заходит в дом